Рассказ Виталия Полозова «Птичка Божья» Вот и настали, наконец, настоящие весенние ночи. И ночи эти особенно хороши теплыми, живительными дождями, а того лучше, когда под утро перестает тот дождь и встречает рассвет умытая им земля. И солнце на восходе поднимает с переполненных лыб живительную влагу и держит ее туманом над полями, чтобы не сразу подсушить землю. И искрятся на солнце, переливаются радужно капли дождя на траве, на листьях, на всем. Вон и сорока, важно вышагивая по лесной поляне, блестит дождевой росой. После такой ночи вдруг обнаружишь, что даже кора на деревьях обновилась. Это дождик, обласкав, придал ей нежности. И стоит каждое дерево, светлое да приветливое, источая одному ему присущий аромат. Так стремительно одевается лес, что вот вроде вчера еще были только смолистые почки на деревьях, не совсем, чтобы уж и набрякшие, а сегодня, что в поле, что в лесу, такое буйство красок. Тянутся в приветствие творцу цветы полевые, и кустарник расцветился до земли, Степенные дерева нашептывают славу ему. И он им всем отвечает. Здравствуйте! Здравствуйте, милые! И рукоплещет ему все вокруг в восторге полноротом. Глаз твой солнышком обласканный жмурится от отражения лучей в глади несчетных временных водоемов, и ты не в силах оторваться от этого зрелища. Вот ведь каждый год повторяется это диво, а все не привыкнет человек. Ждет-пождет весну, чтобы самому войти в этот цветущий сказочный мир. Нет, не войти, прикоснуться. В это утро Витя подфартила. Приболевшая соседка попросила отнести узелок с харчами мужу на поле у анютиного колка. Семья эта зажиточная, соседи чураются. Сам-то голубей держит всяких. И в город, когда продавать ездит, эка зависть деревенским. Ну вот, поди ж ты, и на старуху бывает проруха. Понадобились таки соседи. Витя угодит, радешенек. Может, дадут колубку сизую в руках подержать. Выбежал из дому. Чу, где-то высоко, по всему небу, ровный гул самолета. Задрал Витя штанишки до колен и понесся с детворой полывом с самолетом на перегонки. Аэроплан, аэроплан, посади меня в карман. Восторженно вопил он вместе со всеми. А в кармане пусто, выросла капуста. Ах, как приятно ощущать босыми ногами ласковое прикосновение шелковистой травки под щелоком воды. А самолет? Что? Был и нету. Исчез. Растворился в синем океане небо. И возвращаются детвора в деревню по пути, дорасплескивая оставшиеся лыбы. Витя же, путь неблизкий. Километра три с гаком до Нютиного колка. Пашут там сегодня поля тракторист Кирилл с сыном-подростком и еще одним прицепщиком, зырянином Колей. Роща эта, колок по местному, стоит в ложбине посреди степи, будто величественный крейсер длиной с километр плыл, да приглянувшимся вместе якорь бросил, уткнувшись носом в надежную пристань. Впереди, на некотором расстоянии, будто маяк ему, уже сколько лет в гордом одиночестве стоит старая кряжистая береза, рассевшаяся натрая, с почерневшей, полопавшейся корой и засохшей верхушкой. От нее и начинают опахивать поле по обе стороны колка. Всю талую воду убирает он в себя. По весне множеством ручейков устремляется вода в эту низину, образуя в приглубях окна-колодцы. И главный из них, считай, чуть ли не озеро, а Нютин же пруд. Поговаривают, что в середине его нет дна. Ступишь, мол, вроде как на дно, а оно тут же уйдет и за собой увлечет. Так что сгинет человек не за понюшку с табака. От того-то его еще омутом кличут. А Нютин, мол, омут. Да, тишина здесь, зудение комара слышно. Разве не нарочно, не для соблазна ли, упало дерево осина в пруд, верхушкой утонув в самой его середине. Влезь на него, тут тебя черт на дно и утащит. Страшно. И верно слово, что для соблазна упало. Что ж до того, что подмыло рычьями. Не в другую ведь сторону упало оно, а именно, что в пруд. Чертова эта уловка людей притягивать. Чушь, конечно. Но истори так бают. Сам колок. Царство изобилия. Летом здесь ягод, грибов, видимо-невидимо. А уж весна так и вовсе особая. Вон, в затишных местах, где разлапистые ели в кучу сбились, до сих пор еще снег лежит. Крупный, зернистый, редкими каплями дождя изрытый, что сквозь игольчатую завесу пробиться исхитрились. А рядом давно уже и чуремуха распустилась, белым бела, и травка до ядовитости зеленая, и осока в круг выдурила ростом до пояса. По заберегам над прудом ивы склонились, сами на себя любуются. Смотришь и не поймешь, что ли весь мир в пруду разместился. Стоят под водой во весь роз и березки, и сосны, и ивы, и облака в небе курчавятся. Чуть ветерок, и побежит по воде легкая рябь. И зазмеяться, удлиняясь ивы под водой, словно к самой осине посреди пруда прибежать хотят. Но это обман оптический. Стих ветерок, и они как стояли, так и остались стоять. Куда бежать? Им и тут хорошо. Витя поспел аккурат к перекуру. Трактор стоял сразу за березой. В нем копался дядя Кирилл. А рядом суетились Антон и Колька. Под березой шалашик из веток сухих. Витя отдал узелок и тут же побежал в колок, срезать на свистульку вербу у пруда. — Смотри, на осину не лезь! — лениво предупредил Антошка и рассмеялся обидно для Вити. — А то черт на дно утащит. — Боялся я твоих чертей! — храбро, но не особо уверенно отозвался Витя. — Их нету на белом свете! — Молодец! — похвалил Колька. — Бабьи сказки все это! — Да я и знаю! Прибежав к пруду, Витя выбрал нежную вербочку, срезал ее ножичком и присел у комля осени, наблюдая за жуком-водомером. Тот опробовал свои лыжи на тихой воде, скользя взад и вперед, оставляя на ней едва заметные следы ложбинки, которые тут же и сглаживались. А вот прилетела яркая красная бабочка с черной каймой и с черным же орнаментом на крылышках. И, пахая, приводнилась разноцветным листиком на лист лопуха. Он пригоршнями преснул в надежде сбить ее в воду, но она взмыла вверх и села на ветку осины у самой верхушки. И крылышки королевским веером расправила. Надо же обогреться после такого душа! Забыв все наказы, Витя тихонько на четверейках крался по стволу, не замечая, что под его тяжестью все глубже утопала верхушка. И было же близок к цели, но она вспорхнула и пересела на тольник у берега. А стоило попятиться, послышался тяжелый вздох, и из воды взметнулись к нему щупальца неведомого зверя. Не помня себя от страха, он пулей сиганул на берег, ни разу не оскользнулся и убежал бы совсем далеко, если бы не сбил ногу от рюхлявый, неприметный, высокий пень. Схватив руками зашибленную ногу, заскакал на другой и о страхе позабрел. Держась за стопу, он плюхнулся на рассыпающийся пень и вдруг почувствовал, что он не один. Интуитивно раздвинув перед собой осоку, он замер от вторичного потрясения. Прямо на него глядела и не улетала черная, сдымно-тетерка. С минуту они глядели друг на друга, боясь пошевелиться, и первой пошевелилась она, чуть качнувшись в обе стороны, как бы усаживаясь поудобней. И Витя догадался, что она сидит на яйцах. Только что обуянный страхом, он исполнился несказанной радостью от близости этой птицы. Поверивший, что он не умеет чинить зло. Так и подмывала ее погладить, но для этого ее нужно было чем-то угостить. В единственном же кармане, кроме дырки, ничего не было. А ситуация обязывала, чтобы было. «Я сейчас», — сказал он, и она наклонила головку, будто поняла его. «Я махом, только не улетай». Отпустив Асоку, он тихо попятился и припустил к трактору. «Антошка, дай кусочек хлеба», — закричал он уже издали. «Зачем это?» — удивился тот. «Проголодался, че ли?» «Неа, там тетерка в Асоке, на яйцах сидит. Красивая!» «Где?» — скинулся Колька. «Пойдем, покажешь». «Нет», — заважничал Витя. «Она вас не подпустит. Спугнете только». «Правильно», — похвалил Антон и подал ему мякошь хлеба. «Гляди, чтоб не улетело». И мигнул Кольке, мол, «проследи». Но в этот момент завелся, наконец, трактор, и они кинулись каждый к своему плугу. Витя снова присел перед тетеркой и на ладошки протянул ей крошку хлеба. И она вытянула шейку и склюнула с руки. Сердечко Вити зашлось в умиление. Он стал подавать крошку за крошкой, разговаривая с ней так, как всегда с ним говорила мама. А когда хлеб кончился, отошел к пруду и в ребячьем восторге запрыгал у берега. Взглянув на столь напугавшие его ветки осины, он скорчил рожицу и показал черту язык. Хотел показать еще фигу, но раздумал. Затем стал усердно ковырять землю у пруда, отыскивая червяков, и поминутно проведывать тетерку, пока не услышал тихое ворчание грома. Дождь будет. Ну и что? У него есть парусина и колышки, и он построит ей домик. Недолго думая, он сел верхом на тот ивовый прутик, из которого не успел сделать свисток, и во весь опор поскакал домой, чтобы успеть построить домик. Трактор заглох в очередной раз, и Кирилл, оставив прицепщиков в поле, пошел на стан, в надежде получить помощь. Колька уже видел с заднего плуга, ускакавшего домой Витю, и едва тракторист скрылся из виду, парни, прихватив дождевик, кинулись к пруду. Найти тетерку не составляло труда. От пруда примятая сока вела прямо к ней. Мама копалась в огороде. «Мама, найди ту брезентуху!» – выпалил Витя. «Это для тетерки!» И торопливо пересказал все, что произошло на пруду. Мама слушала с интересом и искренне обрадовалась благополучной развязке. Только усомнилась, что, мол, как это она не улетела? Птица-то пугливая, а так и не улетела. Счастливо засмеялся сын и похвалился. «Я ее даже погладить могу!» «Знать, это Божья птичка, сынок, и никакого домика ей не надо. Но где ты видел, чтобы птички в лесу, в домах жили? Дождик ей совсем не страшен. Это же им небесная вода от Бога. А она для птиц и зверей, и для растений то же, что для людей. Его любовь. Сам ведь знаешь, что после дождя все подрастает, а птички звончее песни поют. Это они его за воду любовь славят. Но подумай, стоит ли отгораживать ее от этого? Нет, это не дело. А что тогда дело, сник Витя? Я же обещал ей прийти. А ты и придешь. Завтра или когда еще зернышек ей отнесешь. Ага, обрадовался Витя. Так я сейчас и побегу. Ну нет, гроза вон идет, промокнешь весь. Пущай, то и подрасту. Сама же сказала. А дождь еще будет ли? Нет ли? Мария подняла глаза. Высоко в лазуре неба белыми островками стояли кружевные облака. А под низом, на время их закрывая, рваными лоскутами бежали тучки, скорее похожие на стелящийся черный дым. Погромыхает и разведрится, однако, решила она и отпустила Витю. А когда он сунул за пазуху маленький эскизет, мешочек с зерном, ойкнула. Так ты ж с утра не ел! А, отмахнулся он, схватил краюху хлеба и был таков. Теперь и дома тебя не увидишь, улыбнулась вслед ему Мария. С первыми крупными каплями дождя канонадой распалился и гром. Подуставший Витя поддал жару и быстро добежал до березы, где в шалашике дремали и Антон с Колькой. Рядом с березой Витя увидел угасший костерок, а чуть поотдаль в овражке ветер пошевеливал птичий пух и перья. В тревожном чувстве он окликнул Антона. — Ты чего? — сдрогнул тот и зашипел. — Чего приперся? — Да я вот зернышек тетерки несу. — А че это за пух, Антошка? — Твое какое дело! — сорвался на крик Антон. — Несешь? Неси! — пристал тот. Он думает, одна его тетерка в лесу. — Сыто икнул Колька и погладил живот. — Нет! — прошептал Витя, и что было сил, побежал под усиливающимся дождем. Вот и заветное место. С замиранием сердца он раздвинул осоку. Тетерки не было. Дождь уже косыми плетками хлистал по лицу, рукам и по всему телу. Потемневшее небо расчерчивали с полохи молний и рвал гром. А Витя, убеждая себя, что перепутал место, в какой-то безумной надежде рыскал по осоке. Он не допускал мысли, что никогда больше не увидит своей тетерки. Она чудилась ему за каждым следующим кустиком. Вон там! Вон там сейчас он видит ее! Весь день он жил заботой о ней. И в детской своей наивности полагал, что это его чувства разделяют и взрослые. Ну как же! Ведь она такая добрая! Он еще не знал людского бесчеловечья, и только когда нашел на месте несколько смятых перышек, понял, что произошло непоправимое. Он собрал их в руку и почувствовал щемящую тоску. Не только от того, что не смог защитить ее, а еще и от того, что сам был беззащитен. Но больше всего его отяготила мысль, что он ее предал. Ведь это он рассказал им о ней. Из всех этих составных и случилось быть еще одному чувству – боли бессилия. Он заревел, и в этой боли бессилия опустился на трухлявый пень. «Они мою тетерку убили!» всклипывал он, глядя на перышки. «Вот! Убили!» Дождь кончился, но гром еще бубнил, когда он поднялся и понуро поплелся назад. Проходя мимо пацанов, он только с укором взглянул на них. «Слушай», – скачил Колька, – «он же тятьке твоему наябедничает». «Точно», – перепугался и Антон. Не сговариваясь, догнали Витю, и Колька показал ему кулак. «Ну, ты, сексот, восемьсот!» «Только попробуй, кому вякни!» Витя съежился, и тут их ослепила молния. Раздался сухой с протяжным воем выстрел на все необъятное небо. И все окрест содрогнулось от мощного разрыва, раскатившего гул на сотни верст. И еще, и еще, и, как скошенная, рухнула, вспыхнув ярким пламенем верхушка березы. Следом порохом занялась сухая береста по всему дереву, и вот уже взметнулся к небу огромный столб огня, в мгновение пожравший шалашик. Колька, оплатив голову, упал ничком, а Антон в безотчетном страхе присел рядом. Витя, как завороженный, не сводил глаз с огня и шептал мамину молитву. Это был миг безвремения. Только когда солнце разогнало порожние тучи и залило землю радостным светом, опомнился Антон, все понял и тихо обронил. «Если бы не Витька!» Колька услышал, сел и, тупо муча на догоравшее пламя, заревел, как оглашенный. Со стороны стана, к ним спотыкаясь, бежал Кирилл. Только Витя уже всего этого не видел. Безучастный ко всему, он добрался до дома, скинул мокрую одежду, забрался на лежанку и тут же заснул. В таком, как этот, беспокойном сне он еще многие годы ворачивал время, спасая свою тетерку. К вечеру в дом Марии зашел Кирилл. «Слышала, Маня?» «Дак слышала». Помолчали. «Выходит, спас Витя моего сына?» «Или кто?» «Мария славила Бога». Задавший такой вопрос, знает и ответ. «Христос стучится к нему. Откроет ли он свое сердце?» С лежанки свешивала Светина рука со стиснутым кулачком. Кирилл подошел, осторожно разжал его и увидел смятые пушинки, перышки его тетерки. Он судорожно сглотнул. «Я ему двух сезарей сейчас принесу на связках?» Он ими все любуется. И уже от порога. «Да, это... Если можно, помолись Богу за Антона!» Голос его осип. «Да и за меня ежели чё».